Вы смотрите новости на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте! Ждут расселения. Жители одного из домов в микрорайоне Оргтруд боятся погибнуть под завалами в собственных квартирах. Стены в деревянном строении трещат, фундамент разрушен, а температура воздуха в жилых помещениях уже сейчас едва дотягивает до 16 градусов. По плану, аварийный дом должны расселить в 2020 году, но жители не уверены, что еще два года это строение протянет. Как быть в этой ситуации, задумывалась Оксана Любимова. Смотрите, на чем мы держимся. Вот она ходит ходуном. Там земля. Вот все отгнило. Вот балки, все они. Вот она, труха. Вот здесь мы можем оказаться в любой момент. Со страхом оказаться под завалами в собственной квартире семья Ларисы Ивановой живет уже несколько лет. Дом номер два на Октябрьской улице в микрорайоне Оргтруд еще в 2015 году признали аварийным. Фундамент в доме давно разрушен. Под квартирами лишь один голый подвал со сгнившими балками. Семья из пяти человек ходит по дому, как по минному полю. Если рядом со зданием проезжает автобус или грузовик, мебель в буквальном смысле трясет. Детям здесь давно запретили играть в подвижные игры. Пол просто пляшет, можно так сказать. А мебель ходит ходуном. То есть, если ребенок здесь бежит, то вы представляете, что шкаф может в любой момент упасть на ребенка. Так что мы ходим за ним по пятам. Когда признавали дом аварийным, нам запретили прыгать, бегать. Особенно в этих двух комнатах. Вообще, потому что может полуобвалиться в любой момент. Пока на улице еще плюс, столбик комнатного термометра едва дотягивает до 16 градусов. Зимой температура в квартире с газовым отоплением не поднимается выше 11. Лариса Иванова рассказывает, не спасают даже валенки. Спать приходится в кофтах и под несколькими одеялами. Младшая дочь делает уроки в перчатках, а трехлетняя внучка постоянно болеет. Жильцы сами прибили к стенам несколько слоев утеплителя, но это не помогает. Трещины над печкой заделывают монтажной пеной по нескольку раз в год. Но веткая конструкция того и глядя рухнет, а вместе с ней боится хозяйка обрушиться и стена. В этом году вот запенили. То есть, а трещины дает, потому что пол оседает, потому что балки сгнили в подвале. Вслед за трещинами в квартире Людмила Ивановна показывает выгребную яму за домом. С улицы прекрасно видно, что она переполнена. Половина идет, ну я не знаю, наверное, в Клязьму идет. А половина идет все в наш подвал. Вонь стоит дома, неимоверная. То есть мы задыхаемся. Мы обращались 14 мая к Литвинкину, в городскую администрацию. В официальном ответе мэрии жильцов обещают переселить лишь в 2020 году. Но люди боятся, что за два года дом просто рухнет. В мэрии беспокойство жильцов разделяют. Учитывая состояние постройки, город готов найти средства на покупку квартир раньше, но при условии финансовой поддержки области и федерального бюджета. Мы будем стараться, если у нас будет соответствующая поддержка из области, да, выполнить, сократить эти сроки до разумных пределов. Если что-то не дай бог случится, кто будет отвечать? Я готов переговорить со своими коллегами из управления ЖКХ, чтобы они еще раз выехали в это здание, в этот жилой дом, еще раз посмотрели системы, проверили их в соответствии той документации, которая имеется у нас на руках, для того, чтобы мы все были спокойны. И как позже уточнил Александр Карпилович, представители городской администрации еще раз устроят выездную проверку и пообщаются с жителями аварийного дома не позднее конца следующей недели. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Владимир будущего. Горожанам накануне показали, как будет выглядеть областной центр через 20 лет. В городском дворце культуры прошли публичные слушания. Архитекторы, проектировщики, представители власти и населения обсудили грядущие изменения в генеральном плане развития города. Что владимирцы оценили, а что попросили изменить? Алексей Дудин внимательно изучил генплан развития города. В фойе Дома культуры столботворение на обозрение горожан представили главный строительный документ – генеральный план развития города. Здесь обозначены территории, на которых в ближайшие 20 лет планируется комплексная и точечная застройки. Также народ может познакомиться с изменениями, грядущими в транспортной инфраструктуре областного центра. В предыдущий генплан мы были под снос. Было всё покрашено в ярком красном цвете, то, что дома, она многоэтажная перепланировка. Сейчас в этом генплане мы превратились опять в то, что и есть – малоэтажное. То есть мы своими домами сохраняемся. Для нас это было очень важно. Была дорога с проспекта Ленина, запланирована городом очень давно, с проспекта Ленина через улицу Садовую, через улицу 8 Марта выйти с Ямашкой и соединить с новой Лыбецкой магистралью. Сейчас мы её на карте не видим, и нас это очень радует. Чиновники подчёркивают, генплан – документ живой. Его можно корректировать, и составляется он с учётом пожеланий горожан. Разрабатывали данные изменения московские проектировщики по заказу городского управления архитектуры. Стоимость работ – около полутора миллиона рублей. Один из главных вопросов – функциональное зонирование. Разработчики рассказали, где и что во Владимире можно будет строить. Так, территория возле завода «Точмаш» определена под объекты предпринимательской деятельности. А в районе танкодрома планируется многофункциональная застройка. В новом проекте отказано в предложениях по выносу аэропорта Семязина. Аэропорт остаётся. Организована общественно-деловая и жилая зона в районе аэропорта Семязина. Но это в связи с изменением полосы санитарно-защитной зоны от шумового воздействия. Дискуссия развернулась по поводу микрорайона «Вышка». Застройка вокруг парка «Дружба», судя по плану, сократилась. Но всё равно строительство там планируется. А это значит… В дальнейшем мы будем вынуждены строить эту дорогу через парк «Дружба», что не хотелось бы. Насколько целесообразно оставлять именно такое зонирование, как оно на сегодняшний день внесено. Вот предлагается для внесения. Данный вопрос правильный. Давайте всё-таки мы его рассмотрим. Всё-таки с этим пятном ещё раз посчитаем. Давайте встретимся отдельно. Да, давайте встретимся. Ещё один вопрос касается четырёх гектаров зелёных насаждений напротив Белого дома. Раньше говорили, что этот зелёный участок так и останется территорией для прогулок. А судя по новому плану, это будет зона общественно-деловой застройки. В процессе подготовки генплана было очень много разговоров о том, чтобы вернуть этому участку статус-кво при остром дефиците зелёных насаждений в нашем городе. А почему-то этого не было сделано. И вот вопрос, почему у меня к проектировщикам и к заказчикам тоже. Для города Владимира есть проблемы, связанные с территориями, где могли бы размещаться объекты общегородского характера. Именно те объекты, не торговые центры, а те, которые необходимы. Может быть дворцы какие-то, может быть выставочный комплекс, так и тому подобное. Там ограничение 10 метров. Сразу вам говорю, что высота этого объекта, если появится какая-то, то не более 10 метров. Эта схема не окончательная. Вопросов к её составителям немало и у администрации города. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте Владимирской мэрии. А если жителей что-то не устраивает, их предложения принимаются до 30 ноября в Оранжевом доме и в Управлении архитектуры на Октябрьском проспекте 47. Алексей Дудин, Егор Хребко, 6 канал. Не замечают организованной парковки. Жителям 42-го дома по проспекту строителей стали приходить штрафы за парковку рядом с домом. О нарушениях автолюбителям сообщают инспекторы Владоблтехнадзора. Сами автомобилисты не понимают, почему они должны оплачивать штрафы, если паркуются в специально отведённом для этого месте. Константин Миронов выслушал все стороны этого конфликта. Эта парковка у жильцов дома номер 42 пользуется популярностью. Выезд удобный, под колёсами щебёнка, да и от дома близко. Автолюбители оставляют здесь свои машины последние 5 лет. Но недавно людей стали штрафовать за неправильную парковку. В письмах счастья от Владоблтехнадзора написано, что водители поставили свои машины совсем не на парковке, а на газоне. Вы приходите домой, приезжаете, а у вас вот сделано. То есть все радостно начинают пользоваться и ставят. Вы как сторонний человек, приезжая к нам во двор, вы увидели газон, но наверняка вы увидели парковку. Нормальное парковочное место. И как обычный обыватель, вы встанете сюда и крайне удивитесь, если к вам придёт штраф, да, и вы вдруг узнаете, что газон выглядит вот так. Говорят, что я поставила машину на газон, который по факту газоном не является. Вот, у нас есть определение в том же законе, что является газоном. Вот, они сами это определение не знают. Они мне говорят, что тут есть поребрик, хотя поребрик тут опущенный, как вы можете видеть. Вот, они мне сказали, что этот поребрик заездили, поэтому он такой низкий. Сомнений нет. Штраф выписан именно за парковку на этом пятачке. Подтверждают это и фотографии, сделанные инспекторами Владоблтехнадзора. Именно это казённое учреждение взимает штрафы за подобные нарушения. При этом, как рассказывают жители, сумма взысканий совсем не маленькая. От 800 до 3000 рублей. Жители негодуют. Парковочные места они получили в подарок. А теперь за него их ещё и штрафуют. Когда нам сделали эту парковку, сделали нам её силами города. Парковку, которую мы даже не знали, то есть это был подарок. Это был подарок городу, жителям. Вы много знаете подарков, которые вам просто так делает власть? Вот это вот один из них. Оборудовать парковочные места в этой зоне жителям несколько лет назад помог депутат этого округа. А вот оформить территорию как парковку люди забыли. Парковка на придомовой территории может появиться только согласно определённому порядку. Первое и самое главное – эта парковка должна быть утверждена на общедомовом собрании. И только после того, как будет составлена вся необходимая документация, ордер на парковку передаётся в обслуживающую организацию. Управляющая компания, которая управляет домами и 42, и 44Б по проспекту строителей, ЖРЭП-8. Мы сделали им официальный запрос, зарегистрированный. У них есть технические паспорта этих домов. Сообщить нам вот этот участок местности, чем является. Они нам дали ответ, что данный участок местности является газоном. А вот что ещё надо, чтобы подтвердить, что это газон? До августа 2017 года процедура узаконивания парковок была намного проще. Всё, что нужно было сделать для этого жителям – на общем собрании утвердить место для стоянки автомобилей. Общее решение сохранялось у жителей или управляющей компании. В данном случае, если оно имеется, то все административные дела можно оспорить в суде. Константин Миронов, Александр Мажаров. Шестой канал. Далее коротко ещё о некоторых значимых событиях этого дня. Для Хвостова просят 14 лет колонии строгого режима. 7 ноября в Ленинском районном суде прошли прения по делу бывшего вице-губернатора по строительству. Напомним, он обвиняется в четырёх эпизодах получения взятки от застройщиков города Владимира. Страна обвинения просит назначить экс-чиновнику наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Плюс штраф в 60-ти кратном размере от суммы взяток. А это больше одного миллиарда рублей. Слушания по делу продолжаются. Дмитрий Хвостовцев вины не признаёт и настаивает на том, что весь процесс имеет политический характер. В пожарной дороге на Судогодском шоссе в районе поворота на Радужный сгорел мусоровоз. Больший груз масс вспыхнул прямо во время движения. В автомобиле находился один водитель. Он успел покинуть машину. Разгорание на площади в 5 квадратных метров ликвидировали в 3 часа дня. Разгружали горящую «Газель». Ещё один горящий автомобиль сегодня был замечен на парковке одного из торговых комплексов Владимира. В видеопроисшествия выложили в сеть. В это время рабочие как раз вели разгрузку машины. Возгорание началось в моторном отсеке из-за короткого замыкания. В итоге площадь пожара составила 1 квадратный метр. Потушить пламя рабочим удалось ещё до приезда спасателя с помощью огнетушителя. Накануне жители сразу нескольких домов в Центральном и Восточном районах города остались без воды. Многие связывали её отсутствие с аварией, которая произошла вечером 6 ноября на пересечении улиц Гастеллы и Тракторной. На видео заметно, как струи воды бьют из-под земли фонтаном. Однако в администрации города разъяснили. Воду жители отключили из-за падения давления в сетях водоснабжения. В результате повреждения кабельной линии на электросетях. Восстановить водоснабжение удалось за 3 часа. Что же касается фонтана на Тракторной, то в администрации города заявили, что он образовался в результате повреждения пожарного гидранта. В МЧС эту информацию не подтверждают. Задержали из закладчика или потребителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного оборота наркотиков. В Камешковском районе, около реки Клязьма, ими задержан 40-летний житель Владимира. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток из газетного листа и сверток из прозрачной полимерной пленки. В обоих находилось растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза установила изъятое вещество, а не что иное, как марихуана весом чуть более 10 граммов. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы. Ярмарка для всей семьи. В Владимирском экспоцентре в четвертый раз открылась межрегиональная выставка-ярмарка «Краски осени». Свою продукцию представили более сотни производителей предприятий из 21 региона России и Республики Беларусь. Здесь можно начать запасаться подарками к Новому году или просто утеплиться к зиме. Мои коллеги прогулялись по залам экспоцентра. Все от продуктов питания до косметики, украшений, товаров для дома, изделий из кожи и меха. На выставке-ярмарке во Владимирском экспоцентре с утра многолюдно. Покупатели присматривают товары для себя и в подарок. Это, например, теплые свитеры для всей семьи. В них выглядеть нарядно и красиво могут даже малыши от трех лет. Размерный ряд и модели найдутся для детей, подростков, женщин и мужчин, вплоть до 62 размера. Очень красивая. Состав у них из шерсти ягненка и кашемира от турецкого производителя. Антиаллергены, потому что шерсть снимается с шестимесячной ягненка, где еще не присутствует ланолин. Легкие в уходе, не образуют катышки. Самое главное пропускает воздух к телу, чтобы дышало, и при этом не выпускает тепло изнутри. Поэтому при смене температуры чувствуйте себя комфортно. Хоть настоящие холода еще не наступили, но люди уже выбирают теплую и комфортную верхнюю одежду для осенне-зимнего сезона. Нижегородцы из ИП Цилин привезли на ярмарку целую коллекцию изделий. Женские дубленки, кожаные куртки, плащи и френчи. От классического черного и коричневого цветов до ярких красных и пастельных оттенков. Производят такие в Турции на известных фабриках Стамбула. Подобрать для себя верхнюю одежду смогут как девушки, так и взрослые дамы. На Владимирской выставке предприниматели представили верхнюю одежду от 42 до 64 размера. Расплатиться за понравившуюся вещь можно как наличными, так и картой. Эти меховые изделия тоже привезли из Нижнего Новгорода. Производство уже четверть века. Шубы самых разных фасонов из каракуля, каракульчи, мутона, норки на заказ шьют в Пятигорске. Купить такие можно даже в рассрочку на месте, без первого взноса. Эту коллекцию подготовили специально к выставке. В ней самые модные цвета и оттенки. От графита до изумруда. Называем еще меховой шелк, потому что изделия из афганского каракуля, они легкие, они комфортные, они очень красивые. Они украсят любую женщину. Есть любые размеры, любые лекалы. Огромный выбор фасонов, который подойдет каждой женщине. Шикарный аукционный мех из Англии. Пожалуйста. Ценовая политика от производителей только. Рады будем вас видеть. Предлагают на ярмарке и широкий выбор галантерейной продукции. Вместительные кошельки-органайзеры и удобные зонты. Они механические, легко складываются и помещаются даже в небольшую сумку. А для женщин декоративная косметика, классические и современные ароматы. У меня получилось собрать такую подборку духов, вещей галантерейных, которые носятся, которые долго пахнут, которые вкусные и которые не стыдно предлагать людям. Вот важный для меня был посыл. Снова привез бренды, которые полюбились. Это духи, быть может, это духи Пани Валевские. Причем не туалетные никакие, а именно духи. Отдельный раздел выставки посвящен всевозможным продуктам питания от производителей и товарам для дома. Это, к примеру, острые ножи разных размеров и оборудование для мясорубок. Все изделия завода из Нижегородской области. Старинный завод, который выпускает режущий инструмент для кухни и мясопереработки. Любые все ножи, которые делает этот завод, славятся испокон веков. Хорошее качество стали, эргономичная, удобная ручка. Очень удобный в использовании на кухне для любой хозяйки. Тех, кто любит натуральные продукты, привлечет свежее льняное масло прямого отжима из семян. Его производят в Ярославле. Оно имеет очень приятный вкус. Его можно добавлять в любые блюда, в холодные, готовые. И также оно содержит омега-3, жирную кислоту, которая позволяет очищать сосуды. Оно снабжает мозг нужными веществами. И организм расцветает. Всего на выставке-ярмарке в экспоцентре свои товары представили более 100 предпринимателей и производств из 21 региона страны и Республики Беларусь. Посетить выставку можно до 10 ноября. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Если же вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66 и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну и я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха опустится до нуля градусов по Цельсию. По Владимирской области завтра будет облачно, возможны кратковременные осадки. Столбики термометров покажут 3 градуса тепла. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89 процентов. Атмосферное движение 60 миллиметров ртутного столба. Атмосферное движение 60 миллиметров. Влажность воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин